Имя Оскара Уальда известно многим благодаря его знаменитому роману «Портрет Дариана Грея». Мало кто знает, что перу английского мастера словом принадлежит не менее блистательное произведение – пьеса «Идеальный муж». У поклонников творчества лондонского Дэнди появилась возможность познакомиться с ней поближе. Высокий канделябр 19 века, круглые скульптуры, выполненные в королевском стиле ампир, изысканная мебель. Декорации, появившиеся на сцене за час до спектакля, полностью отражали дух эпохи модернизма, одной из самых мятежных и провокационных. Для Паланты картины не хватало только одного – героев пьесы, произведения, которые являются классикой драматургии 19 века. Это классическое прочтение гениального произведения Оскара Уальда. И режиссер-постановщик этого спектакля – заслуженный артист России Аркадий Кац, заслуженный деятель искусств России Аркадий Кац. И его помощница, тот, кто сделал декорации, народный художник Латвии – Татьяна Швец. Этот тандем творческий очень хорошо известен нашему театру, потому что уже ни одна постановка на сцене театра имени Горького идет от этих авторов, от этих создателей. Как проходили репетиции, проходили они великолепно. Спектакль уже существует на сцене Минского театра нашего очень давно, но за все годы у нас аншлаги, чему мы рады. К слову, брестская публика мгновенно отреагировала на приглашение афиш. За два месяца до спектакля билеты разошлись за полторы недели. Блестящий атерский состав, половина из которого – заслуженные артисты Беларуси. Их редкое появление в нашем пограничном городе, а также постановка талантливого режиссера. Вот они, виновники аншлага, который царил в зале. Национальный театр имени Горького – не столь частый гость в нашем городе в связи с тем, что и плотный график гастролей, и спектакли в театре непосредственно в Минске. Но наши зрители ждут всегда с превеликим удовольствием. Приехали, так сказать, после трехлетнего примерно перерыва в театр приехал в Брест с величайшим спектаклем «Идеальный муж», где собран именно самый звездный состав всего театра. Как же не любить этот спектакль с интересной традиционной постановкой и с нашими великолепными актерами. Народная артистка Беларуси Белой Масумян, заслуженным артистом Республики Беларусь Владимиром Шелестовым, народным артистом Беларуси Александром Ткаченком и уже известными актерами молодыми, и они уже стали достаточно популярными. Изящные диалоги, сотканные гениальным автором и тонкий английский юмор, незменные спутники любого произведения лондонского драматурга Оскара Уальда. Пьеса «Идеальный муж» не исключение. Когда смотришь на интеллектуальную игру на сцене, виртуозностью исполнения и продуманность каждого слова приносят истинное удовольствие, как эстету, так и нескушенному зрителю. Порадовать брестских зрителей очередной блестящей постановкой в следующий раз столичная труппа планируют в середине лета. Это будет спектакль «Распутник», первое из трех представлений, которые пройдут по инициативе драматического театра имени Горького в городе над Бугом в этом году. Продолжение следует...